МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урочен к юбилею округа, 90-летию. И принимаются заявки от всех жителей округа старше 18 лет. И которые считают себя профессиональными фотографами. Ну, то есть важный момент. Важно себя просто считать профессиональным фотографом. Или иметь сертификат какой-то. Потому что в интернете написано только для профессионалов. Для профессиональных. Ну, смотрите, как дело обстоит. Профессиональный фотограф, это даже, наверное, не тот, у кого есть корочка, что я фотограф, я работаю фотографом. Это тот, кто этим зарабатывает себе на жизнь. Либо подрабатывает, может, каким-то образом и так далее. Но это же очень тонкие грани. Сейчас работаешь для налоговой. Молодец. Каждый, имея хороший вкус, хороший фотоаппарат или хороший телефон, он может почувствовать себя профессиональным фотографом. Поэтому можно найти в этом, так сказать, в этом формулировке некоторые лазички. Я ничего не подсказываю. Ничего не подсказываю. Наверное, и те, кто не достиг 18 лет, наверняка смогут тоже попасть. Нет, тут желательно после 18 лет. Так, а кто же будет все-таки решать, профессионал этот человек или не профессионал? Кто будет смотреть, отбирать? Ну, мы будем, наше жюри будет смотреть по работам. Я думаю, больше всего будет на это внимание обращаться. Ну, и еще одно условие. Работы должны быть сделаны в Югре фотографии. И срок этих фотографий не более двух лет. Ну, в течение прошедших двух лет. Огромное количество, просто вот какое-то колоссальное количество фотографий, связанных с природой Югры, на твой взгляд. Есть еще что снимать-то в Югре? Есть. В Югре вообще... Ну, все, пейзажи. Раз. Раз. Жители. Это наше все, это наше достояние. Это мы с вами. Это мы сейчас пошли по отдельной номинации. По номинации. Итак, пейзажи. Раз. Пейзажи. Портреты. Портреты. События. Событий у нас в Югре много. Это у нас каждую пятницу. Что скрывать? А сейчас будет еще больше, когда закончится карантин. Это спортивные, культурные мероприятия и так далее. Крупный план. Ну, для фотографов, которые профессионалы, это будет понятно, что значит крупный план. По четырем номинациям работы можно присылать на наш адрес. ГХМ-МАУ. Один человек, один фотограф, он может принять участие в каждой номинации или от одного профессионала только один снимок и в определенной номинации? Нет, он может принять участие во всех. Во всех. То есть это 4-5 снимков спокойно один человек может отправлять на конкурс. Мало того, по итогам всего этого конкурса состоится фотовыставка, где будут лучшие работы отобраны и напечатаны. В общем, в здании музея состоится выставка. Но самое вкусное, это победитель, победитель конкурса получает возможность сделать свою авторскую фотовыставку в государственном художественном музее. Друзья, вот здесь внимание большое. Будут напечатаны фотографии, отобранные лучше этого заявителя. Будет оформленная, будет организована выставка порядка, ну до 25 работ, вот так, чтобы хорошо смотрелось, помещалось в залах выставочных. Ну и вот, собственно, для выставки и для участия победителя все уже в музее подготовлено. Насколько мы знаем, что в условиях пандемии, сейчас переходим ко второму этапу снятия ограничений, как вот музей адаптируется к этому, как переходит все эти этапы. И что подготовил? Мы знаем, что есть какие-то безопасные тропы, лазеечки и ходы. В Государственном художественном музее и его филиалах, в доме музея Игошева и в мастерской Райшева подготовлены маршруты, по два маршрута, чтобы люди между собой не пересекались. Везде, как и полагается, есть антисептики, предлагаются маски и так далее. То есть все, что должно быть соблюдено в этом плане, все, что предписано Потребнадзором. Кто истосковался по музею, милости просим. Да, ну то есть не прямо сейчас, но в ближайшее время. В ближайшее время. В самой первой очереди у нас открываются индивидуальные занятия. То есть вы можете записаться на индивидуальные занятия. Ну, я считаю, это прям очень шикарно. То есть даже не в группе с тобой конкретно занимается. Да, в рамках Академии искусств конкретно с тобой занимается преподаватель. То есть планы есть, курс на выход намечен. Я думаю, все получится. Поэтому, дорогие друзья, участвуем в конкурсе «Моя Югра, моя Россия». В студии, конечно, был вместе с нами наш Алексей, наш Петриков. Наш друг. Спасибо, Лера. Доброе утро. Желаем и тебе с гостем прощаемся. С вами живем в себя 2-2,5 минуты дождитесь.